Сегодня, 28 января 2023 года, вышла новость. Бастрыкин поручил передать центральный аппарат СК России в уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в одной из больниц города Сургут. Следующая новость. Председатель Следственного комитета России поручил доложить по информации о нарушениях в одной из больниц Ханты-Мазийско-автономного округа. То есть вот как раз по твоим вопросам все, да? Да. Уважаемый Александр Иванович, я Губанова Олеся Леонидовна, операционная медицинская сестра, работаю в клинической травматологической больнице. Два дня назад я записывала вам видеообращение с криком о помощи. Сегодня из средств массовой информации мне стало известно о том, что вы поручили передать в центральный аппарат уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в Сургутской клинической травматологической больнице. Уголовное дело заведено по 236-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Для меня это стало очень хорошей новостью. Я хочу сказать вам большое спасибо, что наконец-то вы обратили на меня внимание. Александр Иванович, также я убедительно прошу вас поручить передать для расследования в центральном аппарате материалы проверки по возможным нарушениям при осуществлении государственных закупок для нужд больницы, так как по моим предположениям длительное время закупки не проводились. Александр Иванович, также хочу вас очень попросить забрать в центральный аппарат для надлежащего расследования отказной материал за номером 191 от 02.03.2022 года в трех томах по моему заявлению. В настоящее время я опасаюсь озвучивать детали данных материалов проверки, так как со стороны следственных органов на меня идет очень колоссальное давление и я просто уже их боюсь. Меня заставляют подписывать требования о неразглашении данных проверок, заявляя о том, что я была с ними ознакомлена в полном объеме в декабре месяце, что является абсолютной ложью. Александр Иванович, могу вас заверить, все эти дела прочно связаны друг с другом. Я считаю, что для объективного расследования необходимо передать все эти материалы в центральный аппарат ведомства. Я прошу вас о помощи. Я опасаюсь за свою жизнь, за жизнь своих детей, а также уже просто боюсь каких-либо действий со стороны руководителя Следственного комитета Ермолаева. Мною по настоящий момент также не получены некоторые ответы, хотя в социальных сетях Волощенко Денис Николаевич заявляет о том, что ответы все были мне вручены. Некоторые ответы я отказывалась получать в Следственном комитете по городу Сургуту. Но там ситуация была следующая. Ермолаев предоставлял огромную пачку документов, 50 и более листов предположительно. Но перед этим он требовал, чтобы я расписалась за получение данных документов. В таком случае я была вынуждена отказаться от получения данных документов, так как я не знала их содержимое и что находится внутри этих документов. С данным вопросом я выходила на личный прием к Мокшину, где и Мокшин дал поручение, что прежде чем вручать какие-либо мне документы, я должна все-таки с ними ознакомиться. Я прошу у вас помощи, я благодарна, что вы меня услышали. Я также настаиваю меня принять на личном приеме, где я могу вам все поэтапно рассказать и предоставить необходимую информацию. Спасибо большое.